Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Ну, у нас уже во всю удачный сезон уже наступил. И я надеюсь, мои дорогие, что 2-го, 3-го, 4-го, так или иначе, в теплице, в парнике или в контейнеры через холодильник дома, капусту вы посеяли всех видов, и луки крупноплодные тоже. А мы сегодня начнем с ягоды. Вот передо мной стоит замечательная упаковка, вся в ягодах, как вы обратили внимание. Внутри находится, естественно, сама ягода. На упаковке полное информационное оповещение, что делать можно, чего нельзя, когда, в какие сроки, какими удобрениями кормить, в каких дозах, как разводить, как посадить, куда убрать после посадки. Но вы почему-то читать этого не хотите. Поэтому я вам рассказываю. Вот смотрите, видите, упаковка полиэтиленовая. Внутри завернута колбаской 3 всего кустика ягоды. Обычно это 5. Но это ягода особенная. Хочу сказать, что про особенную мы еще поговорим. Сегодня вот ее праздник. Хочу сказать, что ягода, которая поступила в торговую сеть уже, она просто великолепна. Там такие сорта. Там есть Кент, там есть Женева, там есть Богата, есть Альбион, Портола, Сан-Андреас, есть Королева Елизавета, а есть Королева Елизавета II. Среди этого множество. Там даже название всем невозможно выговорить. Там есть Азия, очень модная. Вы на сайтах видите ее, когда ее рекламируют. А еще там есть Хоней. Хоней – это одна из самых продуктивных промышленного выращивания ягод. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? Но есть ягоды, которые не для промышленного выращивания, обладающие совершенно необыкновенным вкусом. Вот это одна из них. Это Челли Берри. Ну, я надеюсь, что все 80-85-летние мои зрители, естественно, знают английский язык. Как нам Бори Джонсон не старается? Мы знаем английский и знаем, что такое черри. Черри – это значит вишенка. Так вот, эта ягода со вкусом вишни – совершенно необыкновенное зеленое существо. Здесь всего три, но три потому, что она дорогая все-таки, чтобы уменьшить расход на наш карман. Естественно, торговые сети как бы уменьшили количество. Они шли в цену, блин. Нет, мы количество уменьшили. Вот тут так и написано – черри – Берри. Значит, открыв вот эту упаковку… Господи, прости, придется расстригать. Я хочу вам показать, что находится внутри и как с этим обращаться. Значит, открыв эту упаковку, вы начнете понимать, как она упакована. Она скручена в такую колбасу. Посмотрите, видите, с прослойками корней, корневой системы. Раз – это улитка, по сути. Вы же знакомы с улитками, да? В интернете их полно. Значит, вот мы разворачиваем дальше, здесь вторая, а там внутри третья. Пока я не буду окончательно разворачивать, потому что каждую из них нужно посадить в контейнер. Желательно с выдвигающимся дном. Вот 0,5 контейнер может быть маловат, может быть 0,7 все-таки понадобится. Лучше бы, конечно, 0,9, как для помидор, потому что куст у нее очень приличный. Это вам не вот такой вот кустик, а вот такой. И до высадки она будет жить в нем. Чтобы безболезненно высадить, не нарушая корневой системы, вы должны все-таки взять контейнеры с выдвижным дном. Если это у вас сметанная или из-под сока баночка-коробка не возбраняется, ну, пожалуйста, отрежьте на уровне дна, бачок отрежьте, так, чтобы вода отходила, воздух подсасывался. Это очень важно для ягоды. И еще очень важное обстоятельство. Значит, когда вы ее уже усадите в свои контейнеры, естественно, по одной, никаких три в одном быть не может, вы должны понимать, что сейчас выставить ее на солнце нельзя. Она у вас почернеет и погибнет. Да, ей нужен свет, но рассеянный, без прямых солнечных лучей. На неделю. Значит, мы ее ставим на балконе, если там, конечно, не мороз. Внимание, девочки и мальчики. Мы ее ставим вниз, вот к стеночке вот этого балконных перил, так, чтобы солнце на нее не падало ни в коем случае ни отсюда, ни отсюда. Она за неделю привыкнет, хлорофилл в ней появится в большом количестве, и тогда она будет полноценно развиваться. Поливать ее все-таки придется достаточно часто. Это ягода. Заливать? Нет. Поливать? Да. Но вода, что подходила? Это, конечно же, две капли на стакан циркона, две капли на стакан воды. И еще есть очень важное обстоятельство. Вы должны понимать, что вот это такое. Почему это так выглядит? Вот этот прием хранения посадочного материала называется фриго. Это значит, что на подрощенных розетках были удалены все листья, была оставлена центральная сердечко и корневая система. Вот при посадке в контейнеры вы можете обрезать наполовину или на одну треть снизу корни ей, вверх не трогать. Тогда ей легче будет приживаться, потому что вверх, этот листик одиночный, здесь же их три, он не выкормит вот такую систему корней, и поэтому на одну треть смело обрезайте, не бойтесь. Значит, почему фриго? А потому что в состоянии вот этой центрального сердечка, главные почки и корней, она хранилась при температуре минус 2, 0 градусов. То есть никаких плюсов. Она такая слегка подмороженная, но рост практически у нее остановился. Как только она попала к нам в руки и в наш холодильник, где плюс 6 это как минимум, она начала свою вегетацию, то есть рост. Поэтому купив, сразу определите в горшок. Я надеюсь, что вы меня слышите. Вот желаю вам всех огромных урожаев и ягод. А что делать дальше на даче, я вам расскажу. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова